МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! В эфире на телеканале «Боец» очередной выпуск программы «Территория бокса» с Ильей Рябцевым и Алексеем Гусевым. Последние десятилетия существования Советского Союза явила боксерскому миру феномен самобытной чеченской школы бокса. Вспомним, как в середине 80-х годов прошлого века в сборную СССР пришло такое целое поколение, несколько мастеров ринга, представляющих маленькую Кавказскую республику. Итак, поговорим сегодня об истории чеченской школы бокса, о ее мастерах. И прежде чем представим наших знаменитых звездных гостей, давайте видеоэкскурс в эту историю самую совершим. Поехали. Наше досье. Первым чеченским бойцом, вошедшим в элиту советского бокса, был средневес Хамзат Джабраилов, составивший серьезную конкуренцию феноменальному Александру Кошкину, чемпиону мира и финалисту Олимпийских игр. Но это было только начало. В середине 80-х произошел настоящий взрыв. Тогда в сборную Советского Союза буквально ворвались тяжеловец Рамзан Сибиев, дважды ставший абсолютным чемпионом страны и финалистом Европы. Перспективнейший средневес Руслан Тарамов, неоднократный чемпион страны, бронзовый призер чемпионата Старого Света, а также блистательный тяж Усман Арсалиев, единственный в истории бокса, имеющий положительный баланс в противостоянии с великим кубинцем Савоном. Тарамов и Сибиев в конце любительской карьеры, в 90-е, попробовали силы в профи. Абахид Магомадов даже стал чемпионом Советского Союза среди профессионалов. Именно эти годы можно по праву считать золотой порой чеченского бокса. Сейчас в Чечне бокс по праву считается видом спорта номер один и пользуется особой поддержкой внимания главы республики Рамзана Кадырова. Самое время вспомнить об истории чеченской школы бокса, богатой на события. Итак, друзья, сегодня поговорим о чеченском боксе, о звездах чеченского ринга прошлых лет и сегодняшней новейшей истории чеченского бокса. Рад представить Рамзан Сибиев, двукратный чемпион СССР, двукратный абсолютный чемпион Советского Союза, победитель игры доброй воли, призер Европы, призер Кубка мира, участник Олимпийских игр. Один из колоритнейших людей. Здравствуйте. Я представляю второго гостя нашей программы. Небольшое отступление хочется сделать. Бокс это такой вид спорта, где достоинство боксера определяется тем, кого он победил. Все мы помним Игоря Яковлевича Высоцкого, который дважды побеждал Теофила Стивенсона. Так вот, герой нашей сегодняшней программы Усман Арсалиев дважды побеждал самого именитого в истории любительского бокса бойца Феликса Савона, причем один раз победил нокаутом. Усман Арсалиев. Но об этом мы поговорим отдельно. На предолимпийской неделе 1988 года был также повержен и также нокаутом Дэвид Туа. Будущий кошмар профессионального ринга. Ну так, друзья, спасибо, что пришли к нам. Рады вас видеть. Очень долго ждали вашего прихода. Но прежде всего, первый вопрос. Сегодня говорят очень много об Артуре Бетербееве, начавшем профессиональную карьеру чемпионе мира, успешном боксере-олимпийце. А Зурбеке Басангурове чемпионе мира среди профессионалов. Помнят ли все-таки о вашем поколении боксеров звездных, боксеров 80-х, начала 90-х? Хочу подчеркнуть, что я глубоко убежден, что именно поколение Усмана и Рамзана является золотым поколением, безоговорочно золотым поколением чеченского бокса. Вот у нас Артур Бетербеев, кумир сегодняшней молодежи чеченской, да? Сейчас мы Зурбека Басангурова кадры увидим. Вот он успешно выступает на профессиональном ринге. И все же, все же вопрос прозвучал. Давайте ответим на него. Да, вопрос помнят ли... Помнят ли вас, да? Вспоминают ли вас? Востребованы ли вы в памяти молодежи? Помнят, не помнят. Ну, как я могу сказать? Помнят. Ну, я же даже не склонен как-то. Наверное, помнят. Но делали такое в ринге, что, наверное, это невозможно забыть. Конечно, наверное, помнят. В наше время, вот чеченский бокс, например, в 80-х годах, я вам скажу, в сборной СССР, среди чеченцев было 5 человек. Ни одна автономная республика не могла похвастаться вот этим. Нас было 5 человек. Да, что там автономное, ни одна просто республика не могла. А, и просто, да, да. А двое были первые номера. Ну, я и Тарамов. Эти ребята подрастали. Ну, к сожалению, получилось так, что пока что чеченский бокс. Не знаю, что там происходит. Судя по тому, что оттуда никто не появляется. Вашего уровня, да? Да. Ну, даже не нашего, а хотя бы, чтобы попасть в сборную России или победителя чемпионата, призеры России. Ну, нету их. Судя по этому... Не, ну, призеры есть, призеры есть, но имен пока нет. Имен пока нет, да? Да. Похоже, ничего хорошего не происходит. Ну, не так все плохо, Рамзан. Дело в том, что, прямо скажем, что после... Нет, 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 давайте я докончу. Вот если меня вот спросят, вот вы говорите, почему? Ну, если мне скажут, что там нету перспективных, хороших, здоровых ребят, да, над кем можно работать, я никогда не поверю. Там они всегда были. Их надо просто... Растить? Растить надо. Правильно поставить на правильный путь. Создать школу, да. Создать школу. Ну, как я знаю, финансирование там, спорт там сейчас финансирует хорошо. Ну, надо смотреть, наверное, в залах. Процесс тренировки позволяет, наверное, проблема в этом. Да. Усман, вот все-таки объясни мне, как ты считаешь? Вот смотри, чеченские бойцы всегда отличались характером, жесткостью, неуступчивостью. Но почему именно вот в 80-е годы вдруг произошел такой, как бы, взрыв? Ну, ответ, я считаю, простой. Все это были тренера в то время, высококвалифицированные тренера, которые были в нашей республике. И это тренер Рамзана Вурцана. Это был очень серьезный, высокого уровня тренер, понимающий о работе. Это был его тренер, там целая плеяда была боксеров. И наш тренер Владимир Моребис. Это были два таких больших спеца в нашей республике. И Тарамов, я, Магомадов и целая плеяда мастеров спорта. Я даже в шоке сбился. Столько было бойцов у одного тренера. Это были заслуженные уже тренеры Советского Союза. С большим опытом работы. Все, я считаю, что в большей степени появятся бойцы, это должен быть именно тренер. Больше 50% успеха это тренер, я считаю. Если тренера нет, какой бы талант его ни был борец, боксер, спортсмен, его талант, вытащить его талант, если нет тренера, невозможно. Вот все зависит от тренера. Вот эти два тренера в то время существовали, и они создали всю эту школу. Вот эти два тренера. Зал Грозинского «Динамо» до сих пор функционирует. Посмотрим сейчас кадры. Пропитанные духом вашего поколения, тех боксеров, которые... Вот кадры, пожалуйста... Еще же Вебер был. Вебер, Вартанов, Моребис. Вот зал по-прежнему живет. Вебер, это мой был тренер. Другие тренеры. Чуть тренера, Гранг, Гранг. Иван Шедловский работал с молодежью. Вот Висхан Мурзабеков там у нас. И вот Висхан Мурзабеков сейчас на профессиональной лиге выступающий. Так вот, вы говорите о том, что были тренеры, но все-таки борьба в Чеченской Республике всегда была на первом месте. И вдруг, вдруг бокс. Я понимаю, что были талантливые тренерские кадры, но чтобы мальчик все-таки отказался от борьбы на ковре и пришел в бокс, это был феномен. Феномен, да. Но, поверьте, тренера, они пришли туда, где их могут обучить и сделать из них чемпионов. Если бы этот тренер не доводил бы ее до этого уровня, они бы туда ушли бы. Пришли бы в бокс, потом ушли бы в борьбу или еще куда-нибудь. Но когда они приходили и в течение года-двух из себя делали чемпиона, ну, это же... Чувствуют, да? Чувствуют. Но это же не случайно, вот такая вдруг школа сложилась в чеченском боксе. До этого как бы доминировала борьба в 60-е и 50-е годы. А потом бац, и вдруг бокс пошел, рывок-то совершил. Давайте я все же скажу, когда пошел бокс. Когда был Вартанов, даже не Моревис. Моревис был хороший тренер, очень хороший. Но он в залах, он мог работать в залах сколько угодно. Школа была хорошая. Методист. Методист, да. А Вартанов был, он и тренер, и администратор. Администратор, он всегда мог послать команду, ну, не всегда же там можно было участвовать там. Ну, к примеру, тогда был Алматинский международный турнир. Очень такой, весь мир туда, и в основном и кубинцы, и американцы, сильный турнир был. Таких, ну, не всех туда допускали. Вот Вартанов пробивал нас туда. Я, я помню, мне было 17 лет, я участвовал в Алматинском турнире в 79-м году. Благодаря Вартанову. Вот Моревис, у Моревиса было одно, у Вартанова другое. Он мог договориться. Он слегка сходился с тренерами, с судьями, со всеми. Он был такой общительный человек. Маловажный особенность. Да, и вот школа Вартанова, вот у Вартанова начали появляться первый Джабраилов, который в 70-м году для нас это вообще было, я даже мне думать об этом было страшно. Средневест Хамзад Джабраилов. Да, он стал победителем спорта-киады Советского Союза. Это тогда для членов, для республики. Это как будто Гагарин улетел в космос. Да, вот он фактически стал первым элитным чеченским бойцом. Сейчас поговорим. Мы думали, я посмотрел, когда я могу так посмотреть, как это, это герой настоящий. Усман, о Моревисе пару слов. О Моревисе пару слов все-таки. Да, ну я скажу, Владимир Моревис, это наш тренер был, но Рамзан у нас не тренировался. Нет, я у него тренировался. В 10-м классе я у Моревиса тренировался один год. А, все-таки ты школу прошел. Прошел. Да, почему? Прошел. Я не знал, вот откуда основа у тебя пошла. Когда я поступил в институт, а в институте был Вартанов. Там он уже и пошел, понял, я перешел к нему. Вартанов перехватил. Нет, ну я у Моревиса как, я с Аргуна ездил к Моревису, и я совместно тренировки проводил, потому что в Аргуне там нечего. Все-таки с Моревиса начали. Ну, а так, и он не говорил, и я не писал их как тренер. Ну, я с его командой ездил на соревнования. А стал студентом, перешел к Вартанову. Усман, так все-таки в чем метода работы в Моревисе была? В Моревисе он был, вот мы говорим о высококвалифицированных тренерах. Их не так много. Это должно быть, ну, тренерская работа, это, знаешь, это как образование, что ли. 10 классов, 10, высшее, профессор, вот примерно так. Сейчас, вот я смотрю на тренеров многих, да, там, захожу, я сразу вижу, определяю уровень. У него даже 10 классов образования нет, примерно, по этому рангу, да. И они тренируют, занимаются этими боксерами, детьми. Я бы, честно сказать, некоторых тренировал, даже в зал не пускал. Выхлопа нет, да? Нет, не пускал, потому что, прежде всего, боксы, это же удары, это же, там, в борьбе, если ты неправильно учил, тебя будут валять там, да. А боксы, если ты неправильно поставил работу, тебе будут бить. Нет школы, да? Нет, нет, это будет бить, нокаут, опасность. Поэтому Владимир Моребец, когда мы пришли, его тактика подготовки нас в ВСУ, это была, ну, уровень был, я тогда не понимал, это молодой, сейчас-то я понимаю. Это уровень был очень большой у него, защитная форма, как вести работу наступательную, как защищаться. У него была хорошая школа бокса, и чемпионы вылазили, вот, пачками мы там были, вот мы, Тараму, я, Магомадо, международного класса. Мастеров спорта было очень много. Вот я просто помню, как он нас готовил, да, вот первый мой успех был где-то в 10 классе, все, готовил, и первенство СССР, все, я пошел, выиграл первенство СССР среди юноши в 84-м году. Все, просто для меня, это как, космос, ну, это был для космос, что я там Гагарин победил, там, пацан еще тебе там 17 лет, ты первенство СССР среди юношей, это его подготовка. И он в зале готовил тебя до такой степени его подготовка была правильной, что ты все, побеждал, потом первенство СССР по молодежи в следующем году. Это, вот, Моребис, он вел, не готового боксера брал, он детей делал бойцом, прям детей, вот с нуля. Вот это был его дар, у него был реально дар. Кто у нас в советской школе бокса отличался тем, что мог вести? У нас было несколько тренеров, которые от нуля провели боксера до высших достижений. Это, прежде всего, конечно, Борис Греков. Ну, и нельзя забывать о феноменальном, как ни крути, Леонид Иванович Мехонцеве, который сына своего воспитал и провел до звания чемпиона мира, олимпийского чемпиона. Никто не работал больше с Егором Мехонцевым, кроме его отца. Это же удивительный результат, просто феноменальный. Давайте все-таки поговорим о Хамзате Джабраилове. Он, к сожалению, относительно недавно ушел от нас, неожиданно абсолютно. Последние годы он работал с детишками в кадетском училище. Давайте посмотрим кадры, которые мы сняли в Грозном несколько лет назад. И вспомните, пожалуйста, друзья, об этом замечательном мастере, первом чеченском настоящем чемпионе. — Усман уже тренировал тебя? — Нет, Усман о нем мало знает. Давайте я лучше. — Конечно. — Да. — Он, конечно, тренировал. А я жил с ним, мы выросли в одном подъезде. Поэтому я о Хамзате знаю много. Это в Аргунде. Мы жили в Аргунде в одном подъезде и тренировались у одного тренера. У нас в Аргунской школе был тренер такой, Хусейн Мудаев. Кстати, заслуженный тренер Российской Федерации. Он до сих пор тренирует там, не знаю, в каком зале, но тренирует. Вот мы оба начали тренироваться у Хусейна. Он в школе открыл. Ничего не было вообще. Ни зала, ничего. Был баскетбольный зал, ни ринга. И там мы тренировались. Вот Хамзат Первый, его парень был, который начал тренироваться. Также после школы он перешел к Вартанову. Поступил в институт, перешел к Вартанову. Начал тренироваться у Вартанова. Вот в 79-м году это как... — Что выделяло его в ринге? Что в ринге выделяло? — Я не скажу, что он был одаренный физически. Ну, упорство. — Боец. — Боец был он. Они легенды шли. И тогда, и сейчас. Сборная команда. Я просто... Выходим утром на построение. Это тогда было то, что я видел. — Правда. Были. Выходим на построение сборной СССР. И все, ну, дежурный тренер распределяет с утра там по парам. Ты с ним, ты с ним там. И там, Джабраилов. Так кто хочет, кто хочет жесткий бой? Ну, бывает же там. Готовится там к турниру там. И некоторые там должны уехать. И ни о чем не думают. Так они говорят. Я хочу. Я говорю, Джабраилов. То, да нет, не надо. Я лучше под травой кинуть. Говорит, не надо. Вот такой был Джабраилов. Он мог боксировать со всеми. Он мог у любого выиграть. Кстати, у Хосе Гомеса. Это вообще гроза была в то время. Хосе Гомес. Который Савченко дважды иногда он послал. Кстати, и у Савченко Джабраилов выигрывал. Да. И у Хосе Гомеса Джабраилов выиграл. Это тоже, конечно, серьезнейший показатель. Да, да, да. Один олимпийский чемпион, другой чемпион мира. Да. Это просто газеты, я помню, где-то в Финляндии, по-моему. Все газеты писали, что Джабраилов выиграл у Хосе Гомеса. Это было такое событие. Вот Джабраилов был примером для многих поколений ребят чеченских, которые пошли в бокс. А вот сейчас, если мы говорим о бою Савченко с Гомесом, то там Руслан Тарамов, да, по-моему, занимался борьбой. Посмотрим эти фрагменты финального боя Олимпиады 80. И Руслан Тарамов, занимаясь борьбой, посмотрев этот поединок, где Савченко, к сожалению, проиграл Гомесу. Но вот он, вдохновленный этим поединком, решил избрать бокс, да, своим видом спорта на всю жизнь. Это он говорил. Он говорил. Он говорил и в фильме в нашем «Восставший из пепла», да, он говорил, признавался. Значит, правда. Вот Гомес с спиной к нам и Савченко, знаменитый боец украинский. Виктор Савченко, ну, кого-то, скажем так. Ну, советский, да. И вот финал Олимпиады в Москве, и видим, какой мощный удар носит Гомес. Значит, вот этот бой как-то вошел в историю, да, и чеченского бокса получается. Ну, получается так, Руслан Тарамов говорит. Рамзан, у меня вот такой вопрос к тебе непосредственно. Не обидно ли тебе? Ты двукратный абсолютный чемпион страны. Вообще, это феноменальная, потрясающая идея. Ведь ни одна страна в мире в любительском боксе не проводила абсолютный чемпионат страны. Это уникальное было соревнование. К сожалению, сейчас забытое. В 2001 году провели пробный чемпионат абсолютный, который выиграл Саша Поветкин. В 2003-м. В 2003-м виноват. В Владивостоке, да. Ну, к сожалению, дальше дело не пошло. Как ты считаешь, вот не обидно тебе, двукратному абсолютному чемпиону страны, На наших экранах Яковлев, да. Что это соревнование как бы не проводится. Яковлев с Абаджаном, знаменитый бой. Вы знаете, обидно, не обидно, так, не знаю, я не скажу, но это были зрелищные, очень хорошие соревнования. И хрустальная перчатка знаменитая, да? Как приз. Все болельщики показывали, по прямому, по первому каналу тогда показывали передачу, и вся страна смотрела, это отличный, очень хороший был турнир такой, от прилетного переноса. Было бы неплохо, если бы возобновили ее. Без шлемов? Да, без шлемов. В нормальных перчатках, да? Это что он говорит, для тяжеловесов это очень хорошая практика. Усман, смотри, ты, вообще-то говоря, такой человек, нельзя сказать, что гигантского телосложения, боксировал с савоном, если не ошибаюсь, 196 сантиметров у него рост. Да, уже нет. Это профессиональная машина, такая, созданная для бокса. Тем не менее, никаких проблем с савоном, я так понял, что ты не испытал. Один раз легко выиграл по очкам, другой раз просто опрокинул его и макуутировал. Расскажи, об этом нельзя забывать, молодежи, расскажи об этих своих двух боях с великим Феликсом Савоном. С самым титулованным боксером Олимпийского ринга. Ну, когда про него говорят, Рамзан, Сирен, говорит, слушай, ну опять савона будет мучить тебя. Бедный савон. Ну, я скажу как, вот я свою вообще, ну, про юноши, молодежный бокс я говорил, да, я там, прошел его, выигрывал из Союза и по юноши, молодежи и так далее. Взрослый бокс, я пришел и быстро ушел, в принципе, я там так, не задержался, ну, год-два, это было, там, 20, 19, 20 лет, и там, 21, вот, все, я где-то 21 с чем-то ушел из бокса, заболел желтухой, все, закончил. Ну, в этом я сейчас вспоминаю свои вот эти соревнования, которые я там, ну, побеждал, да, что там. Я сейчас анализ провожу, сейчас, например, тренируюсь, я тренируюсь у Рамзана, есть зал, шикарный зал, они с Кочановским сделали зал, я у них тренируюсь. Я там... Под своим чутким окон. Да, я там прихожу так, 10 раундов, 12, иногда в пара с ребятами, он говорит, слушай, ты так, сборной СССР не тренировался, ты что, я говорю, я тогда не знал, я говорю, что нужно пахать. Вот, я чему это говорю? Сейчас я тренируюсь, вот, пошу, и, как бы, может быть, мне сегодня, там, 48 лет, но я свой какой-то, вот, получаю багаж, силу, да, вот, когда я мощно тренируюсь. И вот, что я хотел сказать, я когда, вот эти победы у меня были, там, с ООНом, там, еще где-то... Но как с ООНом-то это было? Да, вот я хотел сказать, много там международного... Обычно, когда мы проводили сборную СССР в физподготовку в горах, это была Цахкозор, Кисловодск, и оттуда нас возили на международные турниры всегда, с этих высокогорных баз. Я вот сейчас вспоминаю, что когда с высокогорной базы уезжал на международные турниры, я там просто, ну, убивал всех. Ну, теперь я понимаю, что это было просто... Физически был сильно готов, тренирован, и я шел, и... За счет чего ты победил? С ООНа дважды и нокаутировал? Вот, ну, я был, прежде всего, я был готов. Я был... Это первый раз я выиграл в Чарословакии. В Цахкозоре был у нас ОФП сбор, сборная СССР. И с этого ОФП сбора нас повезли в Чарословакии. Я вот помню сейчас, да, вот, в Цахкозоре сочкануть невозможно. Там круг, так круг, пахота, так пахота, там просто вот так по тебе сидят, и ты пашешь целыми днями, вот просто вот до изнеможения. Вот такая работа ОФП проходит. И я пахал там, и вот оттуда повезли в Чарословакии, я помню, у меня было еще там 19 лет, 20. Вот я помню, приехал на этот турнир, там, там, большой турнир, гран-при, очень такой сильный турнир, туда собирались. Усть-на-Лаби, да? Да, Усть-на-Лаби. Такой он там, такой очень большой турнир. Ну и сборная, первая Куба приехала. И вот мы там, команда, такая небольшая команда, как раз Арбачаков там было, вот мы там... И вот у нас проходит соревнование, утром Арбачаков боксирует этим чемпионом мира легковеса, он его выигрывает, вечером я должен боксировать с ООНом. Это было уже полуфинал. До полуфинала я два боя выиграл, и выигрывал я, вот, чувствовал легко. Вот я вот когда с Ахкадзору, с базы, приехал туда, и я вот помню, сейчас, ну, просто кулаки летают у тебя. Я не мог понять, слушай, он почувствовал себя так хорошо чувствуешь. Как хорошо, что мы под него не попали. Хорошо себя чувствую. Я теперь понимаю, что это была просто мощная турнировка, которую я провел. Как тебе удавалось сближаться и проходить через его длинные руки? Ну, вот я вот, когда вышел полуфинал, все, ну, СООН всех каутирует до полуфинала, и я явно там выигрываю. И вот полуфинал мы выходим, все, выходим на бой, а там такой ажиотаж большой стоит. Ну, и кубинцы говорят, сейчас там тебе все, СООН тебе все вот так, и там Дувергель, там их чемпионы, говорят. Я говорю, там, я не буду показывать, что я им показал. А я, я вот не знаю, я такую форму, вот редко получал такую форму себе, и у меня кулаки просто летали. Я на ринг вышел спокойно, он через ринг и перепрыгнул. Ну, и начался у нас бой. На сколько он у тебя выше-то был? Да, 11 сантиметров. Ну, он, на самом деле, он мощный боксер, мощный, сильный, да. Но я был очень хорошо, готов, ну, очень, просто, я и говорю, вот так готов. И я вот, когда начали боксировать, мой ближний бой начался, и я просто, я его уничтожал. Перерубил. Я его уничтожал, вот это вот, похотаться, козорь, я его... Он уже первый раз у нас прошел очень жестко, вот так, вот так, бьют, и он, ну, видно бывает, когда ты боксируешь, ты чувствуешь, когда человек удивляется, он был удивлен, он думает, что-то ты меня не боишься, типа того. А он, выходил просто, ду-у-у, сел там, сметал бы. Но первый раз у нас в такой жесткой борьбе прошел такой, я его в разрез, то и он там, все, первый раз, ну, чувствую, он там дрогнул. Я чувствую, он дрогнул. Второй раунд, я выхожу, опять, я чувствую себя просто, хорошо. И как пошел я на него, и в глазах я вижу, что он уже мандражнул, он уже, он думает, кто ты такой, типа, знаешь, я его так давлю, 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 он уже, не знает, уже я его начал давить, придавливать, он уже, ну, я что хотел сказать, бил он, конечно, очень жестко. Я вот первый раз, ну, это уже второй раз, после, я рассказывал иногда, есть одно весе бойцы, да, вот 91, но жесткость удара, она была совсем разная, вообще удар. У кого-то бывает кувалда, у кого-то там, может быть, и он бил очень жестко, вот просто, вот я защищался, когда он лево-право бил мне через перчатки, я думал, там у него кувалда, знаешь, так вот, кувалда, вот, бьет, как будто кувалда. Но я понял его жесткость удара. Я такого бойца уже в Америке, когда СССР-США матчевой встречи была, за полгода, я уже знал, как, что такое жесткий удар, и я был уже готов, и вот второй раунд у нас, я уже, его жестко ударил на себя, я вправе бы, пропустил бы, я, конечно, упал бы, но я не пропускал, и я был в своем весе быстрый, 90-й, я был быстрый, и я его, вот я его, как там, у нас второй раунд, уже если конец второго раунда, я его, лево-боковой, попадаю ему, ухожу, и еще правый ему в разрезе, я его бью, правый разрез, он правый, и я успеваю под его правый ударить, право-направо, право-направо еще, лево-збоку я шатнул, ушел, и потом он, свой правый, как пошел, я его право-направо, и в угол ушел, как дал ему, не, как дал, и он на меня вот так падает, я так из него под него выскакиваю, он вот так, так, ракета летит, и он туда, там, ду-ду-ду-дум, выткнулся туда, и вот, красивый рассказ. Вот у меня такой вопрос, извиняюсь, что слишком так красиво рассказал. К Рамзану, например, вопрос, это обычно играют чеченцы, это прежде всего характер, дух, такой напор, страсть, но вот, если говорить о твоих боях, у тебя же такие соперники были, Золкин, Орешкин, Лукстин, Яковлев, все-таки, Яковлева не было, он супертяж все-таки, абсолютный чемпионат, абсолютно, да, вот я, я просто говорю о том, что, не было же примитивного бокса на характере, я уверен в этом, все-таки была школа, было передвижение на ногах, как бы ты определил работу чеченских боксеров в то время? Они все разные тогда были. И все разные, тем не менее, тем не менее, что был характер, духовитость, да, и тем не менее, что определяло, какие черты этот бокс имел, то есть, по зрению техники, подачи? Ну, какой бы у тебя характер ни был, какой бы дух высокий ни был, если ты функционально не готов к бою, ничего не поможет. Я тренировался. Твоя коронка какая была в ринге? Коронка? Ну, я, как Усман, не могу там похвастаться, знаешь, коронка. Ну, бывало попадал, бывало. ты великий боксер, я у тебя учился. Великий у нас, вон. Я у тебя учился, учился у тебя. Ну, ты учился, какая у него коронка была? Не, он, ну, у Левшета, правый нерн ушел, левый встречный, это всегда, не, четко. На Тонково, на Тонково, да? Я вспомню, видел, он бил, получал, похоже, да, за, за, хотя мы с ним никогда в жизни не встречались, да. Не, у него был талант, Вартан, у него был шикарный тренер, он, не, Алексей, понимаете, дух, это хорошо, дух, он должен присутствовать, без духа. Тренировки. Я добросовестно тренировался в последнее, вот, время, в своей карьере, вот, 4-5 лет я тренировался. Все по-честному. По-честному. Дисциплина. Дисциплина. Как говорит Усман, пахата. Пахал, да. По-другому, я не верю, что там можно, если ты, если ты не готов к соревнованиям, не верю, что каким бы ты духом не был, сильно можно выиграть. Усман, вот, у меня вопрос, абсолютный чемпионат СССР, ты принимал в нем участие? нет, я же говорю, я в взрослом боксе, я так проскочил год-два, так, раз, я выиграл очень много международных турниров. Расскажи, как это было на предолимпийском турнире в Сеуле, я так понял, что ты уже тогда претендовал на звание первого номера. Ну да, возможно, можно. Ты предолимпийский турнир в Сеуле выиграл, был хорошо, готов опять нас. Как тебе этот крепыш маленький? Он был молодой, я там, мне было 21, я так думаю, ему было лет 19, где-то, где-то в втором бою я с ним пришлось боксировать. Он такой же был со своим этим вот прической, себе прическа была, вот такой здоровый, крепкий. Вот я свой стиль так право на право разрез дал ему, и все, в принципе, на этом и закончилось, в принципе, сейчас там много говорят. Проблема в том, что это удивительно, что ты его сумел, как говорится, вырубить, поскольку он очень долго в профессионалах практически не падал. Ну, это любительский бокс, тут, может быть, нельзя говорить, это все любительский, молодой бокс. Ну, я там и многих, еще всяких бойцов выигрывал, ну, тут, как говорится, любительский, любительский, профи, это более серьезная вещь, конечно, тут ничего не скажешь. Мы уже экватор программ прошли, но у нас еще очень много тем, поэтому постараемся динамично, так сказать, провести вторую половину программы. О ком можно еще сказать и чеченских боксеров, кто подавал надежду, но не проявил себя, вот коротко. Или не сложилось по каким-то независимым от них причинам. Ну, вы знаете, я все же скажу о Таранове. Хотя он достиг немало, но... У вас очень похожая биография, буквально зеркальная, да? Он не проявил себя. У него был... Огромный потенциал у него был. Ему, не знаю, что-то мешает танцору, а ему не хватало много. Я, кажется, знаю, что ему не хватало. Он слишком много гонял весом. Нет, он тяжелым весом мог боксировать. Он был... Боксировал среду. Он физически был очень... Просто один момент. ...сильный. Ну, вот, чтобы... Нележи имел. Может быть, там, где-то там... Рамзан, но ведь, когда он проигрывал, допустим, маски, а потом на Олимпиаде проиграл отки, насколько я знаю, там проблемы были с тем, что он обезвоживание был. Он так много веса сбрасывал. Нет, так я же вам говорю, ему не хватало многого. Нет. Не хватало. Неправильный подход к тренировкам. В основном так. Правда, что говорят, что он мешки обрывал? Не знаю, я не видел, что он обрывал мешки. Легенды такие ходили. Ну, легенды, может, ходили, но мешки... Сегодня... Ну, он себя не проявил даже на 50%. Если можно... Адарьон ничьи, талантливый парень. Я говорю, что это Рамзан, он не предал этому, он просто знает, Да, Мораби с Владимиром это был наш общий тренер. Когда он умер, начались проблемы. Вот вот и все. Может быть. Это в 88-м году? Это он... В 87-м он заболел. Как-то он сломался резко. В 87-м он заболел. И у тебя и у Руслана. И мы сразу... Он же наш тренер. Пришел другой тренер, и он нам ничего не мог дать просто. И я же вот, когда с вами разговаривал, тренер, это знаете, что еще, кроме технической работы, ну, техники там и так далее, он должен еще следить за бойцом. Мы же молодые ребята, там, 20-22. Когда ты спать ложусь, когда ты встаешь, что ты кушаешь, что ты... Он должен следить. И если он не следит, режим, где, куда ты ходишь, тренер должен за тобой ходить. Вот, Мораби с когда был, он очень жестко следил за нами. Он всегда заботился. знаете, тренеры, это должен заботиться, как о своем сыне, боксере, если не больше. Нет, понимаешь, ты говоришь, ничего не мог дать, умер, ничего. А брать от другого не могли? Тут проблема в другом. Он просто сломался сам. Давайте... Сегодня в Грозном проходит ежегодный турнир «Мемориал Ахмад Хаджи Кадырова». И там все-таки ребята проходят школу хорошую. И, наверное, в этом плане можно надеяться на то, что такие турниры, которые класса, международные, позволяют все-таки расти чеченским боксерам. Сегодня это международное соревнование. Да. Я скажу по этому поводу, что я думаю. Очень хороший турнир. Очень хороший. Но, похоже, мало. Боксеру, чтобы расти, нужно, чтобы он тренировался, чтобы участвовал. Практика и практика. Чтобы участвовал в досоведовании. Как говорил Малзадон, чтобы научиться плавать, надо плавать. Надо боксировать. Вот есть один турнир. Его мало. Надо больше. Надо больше. Вот я не вижу наших бойцов, что я вожу ребят по российской турнире. Я не вижу, чтобы они там участвовали. Есть только кадыры, но этого мало. Надо, чтобы постоянно участвовать в турнирах. Вот тогда будет расти член. Возвращаемся в Олимпийский год. Поездка на Олимпиаду в Сеул в 88-й год. Только Яновский Вячеслав добивается. Самый возрастной, добивается там победы. Почему не случилось ни у Тарамова, ни у тебя? Хотя от вас ожидали результаты. Да. Ну, как вам сказать? Сказать, что там... Было обидно. Было обидно. Я про себя могу сказать. Я честно и хорошо тренировался. Ну, как-то я в первом же бою проиграл итальянцев, у которого раньше выигрывал. Ну, проиграл. Перегорел, наверное, да? Ну, не скажешь, что я перегорел. Я не перегорел, нет. Наверное, я все же... Ну, первые бои мы обычно... Обычно как делать? Ну, смотришь, что соперник такой, да? И ты стараешься как-то минимально выложиться и выиграть. Вот, потихоньку, да. Чуть-чуть выиграл, и все, да. Это другой настрой. Не настроился, Другая философия. Экономить силы, Силы их экономить. Я думаю, ну, у меня был потенциал, я мог и прибавить, ну, легко отбоксировал. Ну, мне показалось, что я даже выиграл. Мне показалось, что я выиграл. руку подняли. Ну, что ж, переходим к другой страничке, наверное, вашей биографии, пора уже говорить. Да, вот мы узнали, что у Усмана были проблемы с печенью, тем не менее, вот еще одну вещь, которую, честно сказать, прежде я не знал. Как мы знаем, в 89-м году группа первых наших профессионалов поехала в Японию и там выступала. Это Рамзан Сибиев, Руслан Тарамов, Яновский, Яковлев, Арбачаков. Оказывается, только сегодня я об этом узнал, что Усман Арсалиев тоже был в этой команде. Вот Рамзан Сибиев на профессиональном ринге в Японии и Руслан Тарамов. Самым последним я прибыл. на наших кадрах. Я хочу спросить, воспользовавшись случаем Рамзана, четыре боя ты провел среди профессионалов, все выиграл. Да. И что же случилось? Почему ты вдруг с четырьмя победами прекратил профессиональную карьеру, как, собственно, и Руслан Тарамов? Да, объясняю. В Японии там, да и сейчас там нет бокса. Я откровенно говорю, нас пригласили джим какой-то, джим. Киуэй. Киуэй, да. Киуэй. Киуэй, да. Киуэй, спортивный зал. Вот Руслан Тарамов у нас работает. Ну вот, смотрите, мы поехали там, нас Тарамов, я, Яковлев, Миросчеченко. Миросчеченко, да. Усман потом подъехал. Есть джим, а профессиональный бокс это же серьезное дело. Там в основном внимание к легким весам. Да. Может быть, вы там секрет, что... Да, совершенно верно. Пригласили, ну, с кем боксировать, с кем тренироваться, не с кем, между собой. Бутарам с каратистами там спарринговал. Да, да, там пришел один каратист, он его там передней рукой дал и все прекратил. Какой-то там девятый дан был. Убийца там показывать, его там. Ну, мы о боксе поговорим. И нам приглашают с Америки бойцов, тяжеловесов. Ну, приглашают, ну, стыдно смотреть на него. Такие бойцы, что... Как будто впечатление такое, что на улице поймали, остановили, договорились и привезли. То есть, стыдно было даже, да? Да стыдно, ну, что там не было никаких... Я помню, Руслан нокаутировал, подходит к этому чернокожему, извиняется, говорит, ты извини, что я тебя ударил. Вот такие у меня четыре боя, я говорю, все. Нет, там не было. Я, в конце концов, нашим менеджером, говорю, слушайте, нам... А что ж в Канаду не поехали, в США-то? Думали, там лучше будет, кто знает. И что, уже возможностей не было? Нет, ну, там уже и возраст другой, и все. И, в общем, я менеджер говорю, приведи нормального человека, чтобы... Денежки надо, жалко денег. А у нас денег нет. Ну, тогда, не знаю. Ну, в общем, они с тяжелыми местами прекратили контракт, да, и оставили Арбачакова, и мы уехали, и все. Вот весь профессиональный бокс. Усман, вот у тебя неудачно сложилось во взрослом боксе, ты заболел болезнью печени, дискинезией, желчнопроводящих путей, что повлияло на твою карьеру, но, тем не менее, ты потом захотел начать профессиональную карьеру, но и здесь, расскажи, ты, говорят, сильно отравился, и даже с угрозой для жизни был. Ну, да, мне сейчас Робзан еще рассказал, что со мной был, а мне это не рассказывал. Впервые мы озвучиваем, что Усман Арсалиев был в той команде легендарной в Японии в Киоэджим. Ну, и здесь не сложилось, по независимым причинам. Что за грибы-то были? Да, да, я потом... Мухомор, я потом только... Потом только узнал, я же не знал, что со мной случилось. Я готовился, упорно, я последним туда прибыл, в 90-м году, да, японцы специально приехали, в Москве через Кичистов меня нашли, вызвали в Москву, я дома был, после желтухи, болезни, восстанавливался, они говорят, мы хотим тебя видеть, Японию. Я говорю, ну, я же... окей, мы тебя вылечим, все будет, давай, давай, давай. И подписал контракт, и они меня пригласили. И вот так я очутился в Японии, примкнул к ним, они уже там были местные, уже бойцы. И хребнул супчиком. Трудил. И вот я начал тренироваться, процесс, все пошло хорошо. Я прибавил, и там, и ты знаешь, я... Правда, что ты 114 килограмм весил? Да, да, и я понял, что такое тренировка, когда я пришел туда, там был наш великий тренер Зимин, он тренировал, он был, да, он Александр Зимин, это, я говорю, это очень крутой специалист, прямо говорю, и тренировал, в основном, он. Японцы так там, чем-то занимались, японские тренера, и он тренировал, он был очень сильно, он меня вывел на такой уровень, он за мной следил, тренировал меня, там, проводили тренировки, и я тогда понял, что такое пахота, когда я пришел туда, и начал пахать, я понял, вот оно, оказывается, что не хватало мне. Оказывается, я так посмотрел назад, свой любительский бокс, и я понял, что процентов 70 я сочковал. Что, спросил бы меня, я тебе подсказал, и что я сочковал. Что за история с супом-то? Супом без них хватает. Да, с историей, вот, все, я уже тренируюсь, окреп, и когда я, вот сейчас скажу, 114 килограмм, насчет этого хочу ответить, я весы 3 месяца не становился, просто, не до весов было. Боевого веса? Да. я тренировался, я тренировался, не грамм жира, мощь была, там через день подкачка шла, через день подкачка, поставлена, работа была до такой степени, один день нагрузка на дыхание, второй день у тебя была физика. Ты уже разживил, просто так просил. Не, я, это, да, эти тренировки, ну, этот климат влажный, он мне подошел, мне так там было хорошо. Комфортно. И я как-то встал на весы, и вот так вот двигал, это туда-туда, она никак не падает. Ушла вправо? Ушла, ушла, и потом 110 поставил, и 114 она упала. Я потом подхожу, Зиминога, я говорю, весы правильные? Он говорит, правильные. 114, я удивился, когда я приехал, я был там 95 килограмм, 96. Ты какой-то квадратный, наверное, был. Я не знаю. При 185, 114 килограмм. Какую мощь. Это перебор, я тебе скажу. Клянусь тебе. Ты как собирался боксировать? Я так же быстро-то оставался, я тебе говорю. Ну, короче, Зимин восхищался, радовался, прямо, когда я там колотил мешки, там, в парах, мы же все в парах стояли. Кстати, там, правильно говорит, вставать несколько, мы друг другом, там и были, как говорится, бои. А говорили, не встречались, может, там... Нет, тренировки. И вот, две недели до первого профессионального боя, две недели, все мы должны боксировать, и я вот, первый бой я должен провести, все, готов был. И меня перевезли на новую квартиру, на новую куда-то, и там, холодильник не привезли, все, холодильник еще не привезли. А в Японии же, жаркий климат, там, очень. Ну, и все, денег было у нас, хватало, я кушал, в ресторане ходил, но потом думаю, Котя, сделай себе суп. И вечером пошел в супермаркет, купил там всякую байду, свалил себе суп там. И дальше не помню, да, очнулся гипс. И там помню, я вот сейчас помню, все купил, вот так, стаканчики, грибы такие красивые, я говорю, о, вот это тоже, вот там стаканчики, я вот помню, что не просто грибы, а вот они выросшие, я говорю, взял эти грибы. Экзотика. Пришел, суп наварил себе, эти грибы так, срезал из горшочка, знаешь, туда, вечером поел, все нормально. Он же стоит там теплее, этот суп поставил, угол, и потом на следующий день в обед я вот этот угол беру, грею, поел его, и пошел на вечернюю тренировку. Ну, и оказывается, я там души вырубился, все. Больше ничего не помню. Вот и все. И просыпаюсь я в больнице. На этом карьера закончилась. А вот у меня интересный вопрос, кстати, у Арзубека Назарова было прозвище Гусикен, известный японский боец был в 60-х годах, вот присвоили Арзубеку Назарову, у Юры Арбачакова Самурай, у Яновского Камикадзе, а вот чеченским товарищам какие прозвища? Я что-то не помню. Не успели, да. Что-то они сказали про меня, но я не помню. Мы уехали, не успели нам, да. Да. Вот смотрите, мы с Алексеем последние 2-3 года множество боев с участием лучших молодых чеченских боксеров. Профессионалов. Да. Профессионалов комментировали. Отличные ребята, перспективные. Мурат Далхаев. Мурат Далхаев, да. Мафсур Юсупов. Висхан Мурзабегов. Отличные ребята. Но, знаете, поскольку я переживаю за чеченский бокс, и Алексей тоже, скажу все же об одном. Вот, к сожалению, наблюдается, как бы, единообразие стиля. Желание перерубить соперника, так жестко сломать его, и отчетливо не хватает разнообразия. Мне кажется, что надо каким-то образом оздоровлять чеченский бокс представителями разных стилей, разных тренеров тех школ. Как вы считаете? Я думаю, да. Проблемы есть. Может, проблема, что вас там нету? Может быть... Да нет. Понимаете, боксер, если его возят по сборам на соревнования, даже он без тренера растет. вечно он должен быть в практике. Даже тренеры... Ну, достаточно много они боев проводят. Мне кажется, Я считаю, что здесь... Просто мне кажется, что настоящие современные чеченские бойцы борются, как бы, варятся в своем собственном соку. Я не вижу, я поэтому доволен. Я не вижу, чтобы они где-то там выступали. Нет, выступают. Почему? Может, там у себя дома выступают. Я просто давно... Нет, но первенство России, чемпионата России выступают, конечно, юг России. Профессионал, мне кажется, нужна школа какая-то. Первенство России это один раз в год проходит. Первенство России. А есть же много турниров. Один раз в год выступил, тут не хватает практики. Ну, а как же тренерская школа? Ноги, руки, движение, все-таки силовой акцент это не совсем правильно. Тренеры это вторая проблема. Похоже, нету и тренировок. Видите, вы говорили о ваших тренерах, все-таки разнообразные они были, очень разные тренеры. Разные были. Ну, я, 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 я опять говорю, талантливых ребят у нас много. Опять я говорю, если нету достаточной практики, а это выступление на соревнованиях. Ну, не будет в России. Рамзан, Усман, у нас программа подходит к концу. Другая проблема, я не верю. Я хочу сказать, что, я хочу сказать, что вот на турнирах часто появляются звезды членского бокса прошлых лет. Ребята выступают в школы, в школы боксерские ходят везде. Во вторые, в Грозном, в Гудермесе. Мы видим в этих школах ребят молодых, которые занимаются. На турнирах Тарамов приходит, Руслан, мы видели. Вахид Магомадов приходит, да, вот они на трибунах, вдохновляют ребят на бокс. И это прекрасно. Бокс в республике живет сейчас. Я понимаю, что есть проблемы. Наша программа отчасти посвящена тому, как эти проблемы решить. Вы высказали свое мнение. Но бокс живет. Мальчишки приходят в залы. Вот мы видим турниры. Вот мы видим залы в разных городах республики. Ну, и имя, конечно же, Артура Бетербиева тоже вдохновляет ребят, да, который стал чемпионом мира, участник Олимпийских игр. Сегодня он профессионал, выступает в Канаде, да. Вот у меня такой вопрос, кстати, по Артуру Бетербиеву. Скоро бой возможен? Возможен. По крайней мере, есть желание выступить Артуру Бетербиеву против Сергея Ковалева. Очень коротко, у вас минута в эфире осталась. Ваш прогноз все-таки, когда этот бой состоится, нужен ли он вообще нашему боксу, потому что есть противники, сводить боксеров российских на одном ринге. вот Артур Бетербиеву, вспоминаем его кадры на турнире. Мне кажется, хороший бой был бы Артур Бетербиева со Стивенсоном. Все-таки вы сторонник того, что провести. Но они у одного менеджера, вот в чем проблема. Вряд ли он их будет сводить. Ну да, но был бы, мне кажется, был бы отличный бой. И Артур Бетербиеву, я думаю, победил бы. Время прошло, мгновенно, хотели поговорить о многом, но обо всем не успели, но важные вехи затронули. В эфире была программа территории бокса со звездами чеченского ринга прошлых лет. Усман Арсалиев и Рамзан Сибиев. Спасибо большое, что пришли. Спасибо вам. Смотрите территорию бокса два раза в месяц. Все доброго. Спасибо вам. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова